Многие люди задают такой вопрос, который в общем заключается. Почему злые, те, которые обижают, уезжают других, воруют, обманывают, кидают, предают, они хорошо живут, в материальном плане в первую очередь, без проблем, без забот, денежки полно, семья полная чаша, там никто не болеет. А добрые люди, которые делают дела милосердия, которые оказывают помощь не только финансовую, духовную, укрепляют, помогают, окружают других любовью, теплом, они начинают страдать. Почему они страдают в жизни? Так вот, вопрос очень актуальный и он очень интересный. Дело вот в том, что смотря под каким углом мы будем смотреть. Если смотреть под углом материальных ценностей, то есть прямой приоритет материальных ценностей, то, конечно, да, нужно подумать, что вот первые такие успешные люди, злые, а вторые, так скажем, современным языком лузеры, то есть какие-то аутсайдеры, люди, которые где-то там на обочине истории, на обочине жизни живут. Но если мы посмотрим духовно, под духовным углом на эту ситуацию, то получится, что злые люди, они имеют внутри себя ад, который является состоянием души. То есть, как я часто говорю, нет такого места на карте, на географической, на политической, на космической, где было написано ад и рай. Ад и рай – это состояние души. Так вот, у злых людей, если они зло творят, в них нету Бога, в них нету благодати Божьей. И они, даже если хорошо живут внешне, внутри имеют ад. Это первое. Второе. Добрые люди, которые любят Христа, которые любят людей, да, то есть они взращивают самое главное христианские добродетели внутри, с Божьей помощью, внутри своей души, они имеют Божью благодать, и они чувствуют рай в душе. И как бы внешне они ни страдали, они всегда, в той или иной мере, могут вместе с преподобным Серафилом Саровским сказать «Христос, воскресе, радость моя». То есть, у них внутри рай образуется. Не сразу, да, но по мере приближения ко Христу он появляется. Так вот, получается, что, вот это один момент, один аспект. Второй аспект. Почему у злых людей потом могут появиться страдания? Это тоже бывает? Тоже бывает. Но когда Господь начинает их исправлять, когда Он видит, что их сердце готово, готово исправиться, и вот они начинают страдать, потому что, к сожалению, мы так устроены после грехопадения, что мы быстрее понимаем, когда мы страдаем, когда у нас зуб болит, когда рука, нога, печень отваливается, почки садятся, когда у нас рак, когда у нас сердце барахлит, или мы в аварию попали, или еще куда-то, в какую-то катастрофу финансовую. И вот тогда мы начинаем задумываться, а правильно ли я живу? Это те сигналы, с помощью которых Господь пытается нас остановить и уразуметь, отрезвить от спячки от этой греховной, взять и вытащить из нее. И получается, что от страдания приходят уже как милость Божия к этим людям. Как бы это парадоксально и звучало, апостол Яков так и говорит, радуйтесь, когда впадете в многоразличные искушения. То есть это для нас всех сигнал, что мы не оставлены Богом. Действительно, если есть искушения, что это такое на церковном языке? Это проблемы. Это серьезные проблемы в нашей жизни, которые заставляют нас понять, что мы здесь не только для того, чтобы петь, гулять и веселиться. Это тоже возможно на Перу, на свадьбе, на дни рождения, в рамках определенных. Опять же, все это должно быть в рамках заповеди Божьих. Но мы для того, чтобы полюбить Бога и полюбить людей, а все это остальное очень часто нас отрывает. Вот эти мирские радости, они отрывают нас от главной цели. И вот тогда мы можем сказать, что да, Господь про меня вспомнил. Как раньше в XIX веке некоторые богачи так говорили, вот год прошел, Господи, а я не болел ни разу. Ты про меня забыл? Вот сейчас бы нам такое сознание вернуть. Когда мы грешим, каждый день иногда и смертно наши соотечественники убивают детей во фортах, отдают каким-то колдунам, шаманам, экстрасенсам, целителям, ведьмам всяким там. Деньги, эквивалентные бюджету Министерства обороны в мирное время. Вот у меня одна статья такая есть по поводу этой ситуации. То есть оккультистам отдают люди добровольно столько денег, сколько тратит Министерство обороны Российской Федерации в течение всего года в мирное время. Вот. И как, конечно, как же мы не будем страдать от этого? Если Господь захочет, чтобы мы спаслись, а Он всегда это хочет, поэтому Он пропускает страдания, чтобы мы отрезвились. И еще один аспект очень важный. А почему же тогда добрые люди страдают? Вот именно внешне у них нет денег, у них какие-то болезни. Почему? А для того, чтобы они сделались еще лучше. Чтобы смиренный человек, то есть вот Господь пропускает любое страдание для нас, для нашего смирения. Чтобы мы остановились, больше не грешили, смирились, то есть узнали правду о себе, восстановили свое отношение с Богом, обратились к Нему лицом, а не спиной, как это чаще всего получается у нас. И чтобы мы начали двигаться к Нему постоянно. Так вот, если добрый человек уже к Нему идет, то ему пропускаются, опять же, скорби и страдания Бога, для того, чтобы он обрел большую благодать, чтобы он прославился. Святые даже страдали. Аврус Семкинский не вставал с кровати десятилетиями, в том смысле болел так сильно. Другие тоже болели, и даже какие-то скорби, даже страсти какие-то пропускались. Святитель Тихон Затонский семь лет страдал от уныния. Для чего? Для того, чтобы он сильно смирился и стал еще более святым. Он чтобы прославился, как солнце, потому что мы знаем, что разные степени прославления святых в Царстве Небесном. Также хотел обратить ваше внимание на притчу о богаче Лазаре. Помните, в Евангелии все это сказано, когда богач пировал каждый день, роскошествовал. Где он оказался? Он в аду оказался. А когда Лазарь страдал, так что ему некому было даже утешить, собаки лизали с труппи, то есть его раны, которые гноили с давнего, он оказался где после смерти? В раю. Так вот, надо смотреть на воздаяние. Какой финал? Какой финал твоей жизни? Финал? Конец делу венец. Даже есть такая поговорка у русских. То есть мы смотрим на то, что будет потом. Поэтому Господь судит нас не с закрытыми глазами. Есть божественная справедливость. Есть божественная справедливость. Но чтобы быть достойным ее, надо любить. Любить Бога и любить людей. Поэтому для нас всех идеальный вариант – это путь Лазаря, который, несмотря на все внешние страдания, на все внешние скорби и проблемы, которых у него был вагон, да, он наследовал Царство Небесное. Потому что Господь сказал, да, что он призывает на смиренного, кроткого и молчаливого. И Бог гордым противится, а Лазарь был не гордый, а смиренный. А вот как раз гордым был богаче. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот Лазарь в своем смирении, в своей покорности воли Божьей, которая его поставила в жизненных своих ситуациях, да, вот ниже плинтуса человек пал, вот в плане социального статуса, да, там какой-то достатка, здоровья не было никакого. Может быть, проказа у него была, если у него струбья были. Это самая страшная болезнь была в средние века, в древности, потому что ее не могли лечить, просто люди отсылали туда подальше, и все. И вот им гнушались, к нему никто даже не подходил, боялись заразиться, призирали его, плевали на него, нагнующий лежал, то есть вот такой человек, который гнил зажжет. Но Господь смотрел на его сердце, и он смирением своим поразил его, да, он привлек Божью благодать из-за этого смирения, которое как магнит приходит именно к смиренным и любящим сердцам. Вот, привлекает вот божественную энергию, божественную благодать. И Лазарь, он стал родным Богом в своем смирении. А богач со своим гордым сердцем, да, со своей надменностью, со своим вот стремлением наслаждаться, вот как мы сейчас сказали на научном языке, он гедонизм, то есть наслаждение круглосуточное, и постоянно, каждодневное. Вот он стал настолько противным Богу, что он попал в ад, потому что ад – это место, где человек максимально далек от Бога. Вот, и все. Так что и нам здесь нужно бороться, моя хорошая, не за справедливость, вот именно, чтобы наказали, все были наказаны там богатые, а были, значит, поощрены бедные. Мы должны бороться за любовь, потому что любовь и смирение, они делают нас родными Богу. А гордыня и ненависть, они делают нас родными дьяволами. Выбор за нами.